Северный поток 2 ведет Европу к жуткой зиме Экономика Нефтегаз 19 июня 8.21 Северный поток 2 ведет Европу к жуткой зиме Украина шантажирует ЕС газовым кризисом, если Брюссель не заставит Россию подписать контракт Дмитрий Родионов Комментарии в просмотров 10930 Фото Александр Юмин ТАСС материал комментируют Игорь Шатров Роман Травин Европа столкнется с новым газовым кризисом, если Россия и Украина не договорятся о продлении транзитного контракта, срок которого истекает в конце 2019 года Об этом в интервью Блюмберг заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль Она подчеркнула, что риск того, что стороны не договорятся до конца года, и действующий контракт не будет продлен, весьма высок Пока Россия откладывает переговоры о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее, отметила Зеркаль Заминистра также рассказала, что Киев разработал основу для успешных переговоров Новые контракты, по ее словам, должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами Кроме того, Зеркаль напомнила о снижении мировых цен на газ, причиной которого, по ее мнению, стали наращивания европейскими странами своих запасов в хранилищах и последовавшее увеличение предложения Как понимать нынешнее заявление украинского дипломата? Это попытка шантажировать Европу, заставить ее решать собственные проблемы Читайте также Северный поток-2 уперся в подводные камни Дания ждет, что Россия и США оставят ее в покое Да, это шантаж Убежден заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров Киев требует от Брюсселя, чтобы тот решал проблемы Украины за нее, будто Украина член Евросоюза, а украинские проблемы это общеевропейские проблемы Газовый транзит это, пожалуй, единственный действенный инструмент влияния Украины на Европу И пока транзит существует, Киев будет использовать по полной представляющейся в связи с этим возможности СП, действительно ли возможен кризис? Если Украина будет и дальше провоцировать, например, отбирать из трубопровода газ, ей не предназначающийся, как это уже неоднократно бывало, кризис неминуем Только при чем здесь Россия? СП, что Москва может сделать, чтобы избежать его? Заработает ли СП-2? Будет ли продлен контракт с Украиной? СП-2 и был рожден как проект, позволяющий, диверсифицировав транзитные потоки, избежать вот такого шантажа со стороны ненадежных транзитеров Судя по всему, он будет построен к концу 2019 года, но понадобится еще несколько месяцев на его запуск И поэтому полного отказа от украинского транзита в январе 2020 года, конечно, не случится Кроме того, в дальнейшем поставки российского газа в Европу будут только расти, и украинская труба еще может пригодиться Поэтому контракт, вероятно, будет продлен, но на справедливых условиях СП-2, когда бы он не был сдан чуть раньше или чуть позднее, все равно в перспективе лишает Украину возможности вести переговоры о транзите с позицией силы СП, почему европейцы так держатся за украинский транзит? Они не понимают, что это ненадежный вариант Украина чемодан без ручки, который вроде бы и нести тяжело, но уж столько в него сложено, что бросить тоже жалко Ну а если серьезно, тут еще надо разобраться, кто, кому и что обязаны так ли уж беспочвенно Киев шантажирует Европу Как по мне, так это именно Брюссель в долгу перед Киевом, а не наоборот Ведь именно Украина придала второе дыхание проекту Евросоюза, который переживает кризис Когда такая большая, по меркам Европы, страна как Украина так настойчиво стремится в ЕС У брюссельской бюрократии появляются дополнительные козыри в споре с евроскептиками СП, каким, по-вашему, мог бы быть гипотетический компромисс «Газпрома» с «Нафтогазом»? Кто мог бы пойти на уступки и на какие? Я думаю, «Газпром» мог бы вынести за скобки финансовые претензии со стороны «Нафтогаза» и пойти на какой-то краткосрочный договор Вернуться к обсуждению вопроса долго можно будет по окончании строительства «Северного потока-2» Зеркаль является представителем старой команды К слову, украинские СМИ ее не раз называли очень близкой к Лимкину Поэтому не факт, что она надолго сохранит свою должность Особенно в свете того, что недавно отказалась от поста, предложенного Зеленским Отмечает политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин Так что ее позиция — это инерция, последние шаги предыдущей власти Направлены они отчасти на позиционирование команды Порошенко перед парламентскими выборами Отчасти это попытка максимально пролонгировать политику, которая велась последние пять лет Зеленский ищет премьера, Тимошенко, Абрамовичус или кто-то из грузин, кто возглавит правительство Украины после парламентских выборов СП, по словам Зеркаль, Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа Так ли это? Да, представители российской стороны тоже говорили о том, что переговоры по газу откладываются Объясняя это неопределенностью политической ситуации на Украине Сегодня пока просто не ясно, с кем, собственно, договариваться, потому что лица, принимающие решения в этой сфере на Украине, скорее всего, сменятся СП, почему Киев настаивает именно на переговорах в трехстороннем формате Рассчитывает, что европейцы договорятся за них Видимо, надеются на то, что представители ЕС будут оказывать давление на Россию в интересах Украины Отчасти это обоснованные ожидания Но может выйти и так, что кулуарные они на Киев будут давить не меньше, а возможно, и больше Чтобы сделать украинскую сторону более договороспособный Вопрос газа для Европы очень важен СП, будет ли в итоге продлен действующий или подписан новый контракт? Я думаю, что договориться как-то удастся и транзит газа через Украину будет продолжен Сейчас все идет к тому, что Северный поток-2 из-за позиции Дании будут строить дольше, чем было запланировано И действующий контракт на транзит закончится раньше, чем он будет построен Следовательно, надо будет как-то решить проблему доставки российского газа европейским потребителям Более того, уже и президент Зеленский высказался по теме По его мнению, договориться удастся Нефтегаз, Северный поток-2 уперся в подводные камни новостей экономики Зеленский уверен, что никто не будет выкручивать Украине руки на переговорах по газу